МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Протестовали и митинговали, а теперь готовят коллективную жалобу. Молодые барнаульские семьи снова объединяют силы ради жилищных сертификатов. Ушли за границу или крупная афера? Житель края незаконно перевел за рубеж 18 миллионов рублей. Наскальные рисунки, как украшение лоскутных картин. В музее Края открылась выставка алтайских петроглифов. Цены на бензин стабилизируются лишь до конца года. Но потом снова начнется их повышение, считают местные эксперты топливного рынка. Накануне депутаты Госдумы одобрили снижение акцизов на 3 тысячи рублей за тонну бензина и на 2 тысячи за тонну дистоплива. Кроме того, отменяется повышение акцизов на 700 рублей за тонну, которое планировали с 1 июля этого года. Правда, законопроект должен будет пройти еще третье чтение. Заседание Нижней палаты парламента намечено на 5 июля. Такие меры, по мнению авторов проекта, в целом призваны стабилизировать цены на топливо. Правда, местные эксперты считают, что это продлится недолго, максимум до нового года. С 2019-го акцизы снова вырастут, а значит и стоимость топлива начнет повышаться. Что будет в следующем году, сложно прогнозировать. Но то, что ситуация на рынке нефтепродуктов и, соответственно, потянет за собой еще ряд, скажем так, отяжеляющих моментов в плане на образование, на продукты питания, логистику и все так далее. Сейчас стоимость бензина самой ходовой марки АИ-92 по краю в среднем равна 40 рублям 30 копейкам. Дизель стоит 42 рубля 30 копеек. Жители поселка Усть-Журавлиха, Усть-Пристанского района, больше месяца живут без воды. По словам жителей, опустили не только сети центрального водоснабжения, но и исчезла вода из уличных колонок. Часть деревни, допустим, куда вода совсем даже не капает. Они пользуются тем, что вот у соседей пробитая, они пробивались специально для себя. Они ходят к этим соседям с ведертом за водой. С директором школы разговаривала. Она говорит, у нас в школе вот на данный момент воды даже капли нету. Там совсем нет воды. А вот сейчас вот в сентябрь дети в школу пойдут. Со слов жительницы села, сначала вода перестала поступать из-под кранов. Затем коммунальщики перекрыли колонки, объяснив это необходимостью повысить давление внутри сети. Но и после этого ничего не изменилось. Как пояснила директор местной коммунальной компании Антонина Рощупкина, были отрезаны лишь четыре колонки, от которых селяне тянули шланги для полива своих огородов. Правда, через несколько дней люди сорвали заглушки, потому, объяснила директор, напор воды в части поселка так и не появился. По словам коммунальщиков, решению проблемы мешает и то, что шланги бытовых насосных станций люди напрямую, что незаконно подключают к центральному водоснабжению. Сейчас в поселке начали работу по их отключению. В Рио губернатора заинтересовался проблемой реализации программы «Молодая семья» в Алтайском крае. Эта новость приободрила более шести с половиной тысяч семей. Все они много лет ждут свои сертификаты. И в этом ожидании люди, понятно, не молодеют, а значит, их ждет исключение из программы по возрасту. Изменилась ли ситуация после многочисленных обращений в администрацию Барнаула, расскажет Ирина Корчагина. Кто-кто в селеме живет, кто-кто на высоком живет? Это я, мышка-нарушка. В теремоке есть даже у мышки-нарушки. В семье Абашиных знают, что так бывает только в сказке. Супруги шесть лет ждут сертификат на квартиру по программе «Молодая семья». За последний год мы на девять человек всего лишь вниз сдвинулись по очереди. Звонили в комитет по делам молодежи, но я узнавала, почему такая ситуация. Сказали, что в Алтайский край очень мало сертификатов поступило от государства. Сейчас семья 631-я на очереди. Через три года Евгению исполнится 35 лет. Это значит, что в 2021-м семья автоматически вылетит из программы. Одно дело, когда ты ждешь, надеешься какого-то момента, что там, допустим, через несколько лет тебе все-таки дадут сертификат. А другое дело, когда ты смотришь в никуда, в будущем, там никакого просветления нет. Поэтому Евгений и Татьяна приняли решение взять ипотеку на 20 лет. Я перестану быть не то, что молодым, я жилым буду, а там и пенсию отодвинут. А ведь сертификат на сумму от одного миллиона рублей ускорил бы процесс погашения долга. Стоит сказать, что раньше программа работала. Например, с 2011 по 2014 год было выдано более 2000 свидетельств. В этом 26. Программа «Молодая семья» датируется из бюджета всех уровней. В прошлом году Алтайский край вообще не участвовал в распределении субсидий из федерального бюджета, так как власти вовремя не подали заявку в Минстрой. Тогда люди вышли на митинг. Мы таким образом потеряли долю финансирования и лишились в среднем от 10 до 20 семей, не получили сертификаты, ввиду того, что просто не была подана заявка в срок. В мае активисты отправили письмо в адрес администрации города. Пришло два ответа. Никаких предложений не было. То есть, опять же, статистические данные, сколько выделяется, и говорится о том, что не предоставляется возможным. То есть, что-то сделать больше, увеличить. В сентябре-октябре примерно планируется заседание городской думы по данному вопросу, то есть, по вопросу увеличения финансирования. Теперь более 300 граждан готовят коллективное письмо в рио губернатора края. На днях Виктор Томенко в интервью одному из телеканалов сообщил, что обратил внимание на слабую реализацию программы в регионе, но пока не услышал от коллег внятных предложений. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Алтайское отделение Российского детского фонда начало сбор вещей к школе для ребятишек из малоимущих семей. Официально акцию объявят 1 августа. Но уже сейчас сотрудники фонда открыли сбор канцелярских товаров, одежды и обуви. В прошлом году региональному отделению фонда удалось подготовить к школе 600 детей. Всего на эти нужды собрали 200 тысяч рублей. Необходимыми принадлежностями работники фонда обеспечивают ребятишек даже в самых отдаленных районах края. Мы очень плотно работаем с Министерством труда и социальной защиты. У нас есть своя база данных, когда мы уже знаем, вот в районах, где у нас находятся такие семьи, в городах, районах Алтайского края. Если где-то возникает в семье какая-то ситуация, родители сами приходят, звонят, обращаются, ну вот по возможности помогаем. В крае утвердили новые стипендии для студентов-медиков. В Рио губернатора региона Виктор Томенко подписал указ об учреждении выплат имени ученых, которые прославили алтайскую медицину. Стипендии имени Виталия Крюкова, Израиля Неймарка, Зиновия Баркагана будут поддерживать студентов-очников Алтайского медицинского университета, которые отличились в учебной, общественной и научной деятельности. На основании положения о стипендиях, именных стипендиях губернатора Алтайского края могут получать студенты, у которых имеются дипломы, грамоты, сертификаты, подтверждающие участие студентов в культурных и спортивных общественных мероприятиях. Новые стипендии учредили с целью сохранения и дальнейшего развития интеллектуального потенциала России, а также для большей материальной поддержки студентов края. Размер ежемесячных выплат составит в среднем 1350 рублей. Научить учить вундеркиндов. В течение недели на Алтае будут обсуждать, как развивать образование для одаренных детей. В Барнауле стартовала Всероссийская конференция Центра фонда Андрея Мельниченко. Его задача – формировать особую среду для талантливых школьников. Базой проведения конференции стал политехнический вуз, где уже год действует один из таких центров. В нем побывала и наша съемочная группа. Инженерный антистресс, антитряс – первый патент пятиклассника Миши. С виду обычная доска, но с креплением для руки и подставкой под нее, чтобы пользоваться гаджетом в любых условиях. Гениальное просто. Испытуемые набирали заданный текст в течение одной минуты. И затем, сравнив количество опечаток и объема текста, понял, что мое устройство позволяет увеличить скорость и качество набора текста во время движения транспорта. Ниша здесь – один из младших. В Барнаульском центре детского научного и инженерно-технического творчества наследники Ползунова, созданного при поддержке фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании в Политехническом ВУЗе, занимается 400 школьников. Углобленная химия, физика, математика, инженерия – все бесплатно. Задача центра, чтобы одаренный ребенок стал одаренным взрослым. Потому что по поводу того, что если от природы что-то дано, то ребенок, несомненно, пробьется и сделает себе карьеру и успешную путь жизни проложит, это далеко не так. Два учебных класса, три лаборатории. Для открытия экспериментов и нашей планеты ученики не ограничиваются. Вот маятник, чтобы измерять время движения, например, на Марсе. Например, на 67 градусов будет колебаться. В три раза получается медленнее, чем на Земле. Анина спускает с небес на Землю. Она выращивает горох, облучая семена лазером. Когда мы засвечивали красным лазером, эта группа взошла быстрее всех. Где-то в полтора раза. Это может помочь голодающим людям, у которых еда растет очень медленно. Всю неделю преподаватели из девяти регионов страны будут делиться опытом, как выявить одаренных детей, развить их научный талант, применить его, добившись успеха. Участники конференции не сомневаются за этими детьми будущей страны, а значит им развивать промышленность, науку и экономику. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Более 18 миллионов рублей ушли за границу. Житель Алтайского края, предприниматель, совершил финансовую махинацию, незаконно получив электронный банковский ключ на имя кредитной организации, в которой был трудоустроен. Преступник перевел за рубеж 18 миллионов рублей, заключив фиктивный контракт о покупке товаров у иностранной фирмы. Но товар не был доставлен в срок, а возврата денег тоже не последовало. Алтайская таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств». Она предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет или штраф 500 тысяч рублей. 5 июля Барнаулец Сергей Шубенков вновь попытается обогнать извечного соперника Амара Маклеада. Дуэлянты должны сойтись на старте коммерческого турнира «Бриллиантовая лига». Это будет в Лозанне. Напомню, по итогам забега в Венгрии Шубенков все же оказался быстрее ямайца. Об этом и других не менее интересных спортивных событиях прямо сейчас расскажет сам действующий спортсмен Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Спасибо, Татьяна. Да, мировая общественность до сих пор обсуждает рекорды 12.98 в исполнении нашего Сергея. Это новый рекорд России. Более ранний рекорд страны принадлежит также Шубенкову. Правда, тогда Баррилли сбежал чуть медленнее 12.98. Эти кадры можно смотреть вечно. Словно пули Сергей пробежал по дорожке в Венгрии. Обращаю ваше внимание, что он не задел ни одного барьера, в то время как олимпийский чемпион и чемпион мира МакЛеут подшибал их приличное количество. Тот шестой, наш Серега номер один. Есть еще к чему стремиться? Ведь мировой рекорд равен 12.80. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Ну что МакЛеут, или как его в шутку называют, Тандем, Шубенков, Клевцов, МакЛаут, наконец-то смотрят след убегающему барнаульцу. То ли еще будет на второй сегодня футбол. Куда же мы без него? Тут уже речь пойдет о персоне Александра Ирохина. Есть дебют, 16 лет ожидания и вот вновь в Барнаулец в числе участников главного турнира «Планеты». 97-я стала ключевой в этой истории. Именно в этот миг на газоне обновленных лужников появился Ирохин. Отыграл два дополнительных тайма. Как говорят эксперты, отыграл достойно. Теперь ждем его выхода в матче уже 1-4 финала против сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в час ночи по барнаульскому времени. Естественно, официальная фан-зона будет открыта. Естественно, все рестораны, ледовый дворец «Динамо» и парковка возле торгового центра «Арена». В завершении главный анонс сезона. На Алтае пакуют чемоданы «Снеговик», он же Джефф Монсон. В Барнауле известный боец ММА проведет мастер-класс, ответит на любые вопросы журналистов и сыграет в футбол. Все это будет в манеже «Темп» завтра. Начало времени 19 часов ровно. А главное, внимание, вход свободный, отвечает делать селфи с каждым желающим. На этом у меня все. Эти две небольшие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам счастливого времени, максимальной продуктивности, ну и, конечно же, качественной мышечной массы. Эстафетную палочку передает вновь в студию. Спасибо, Станислав. А я продолжу. Далее новости из мира культуры края. В художественном музее сегодня открылась выставка, главная тема которой – «Позырыкская культура Алтая». Мастерицы из клуба «Рукодельниц Лоскутная пятница», прежде чем приступить к созданию картин, изучали наскальные петроглифы, скифосибирские звериные мотивы, по фотографиям, историческим документам. В распоряжении мастерицы Марины Черновой был фрагмент многоцветного ковра. Превратился он в масштабную декоративную работу. По мнению автора, подобная картина может стать украшением любого интерьера. А тот, кто думает, что лоскутное шитье – это исключительно бабушкины увлечения, на которые не требуется много денег, тот ошибается. Сейчас очень много современных работ, новых работ, с какой-то новой техникой, с новым видением. Есть ткани, которые там может быть от бабушки, от прабабушки, где-то даже ткани, еще там, например, ретро-ткани, ткани там Италии, Испании, например. Они как-то сами идут, кто-нибудь там может быть отдаст. Лоскутные картины пробудут в художественном музее до 4 августа. Экспозиция небольшая, занимает один маленький выставочный зал. В рамках выставки проведут несколько мастер-классов. Например, по изготовлению декоративной салфетки. Добавим, что клуб «Лоскутная пятница» существует с 2014 года. Он объединил 20 мастериц. Елена Кузовкина, Александр Антропов. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». А у меня на сегодня все новости. Солнечного вам настроения и до встречи. Григорий Васильев – участник боев у озера Хасаны на реке Халхингол. В Великую Отечественную войну воевал на Воронежском фронте. В 43-м году в бою за село Кочетовку в критический момент подполковник сам повел полк в атаку. В рукопашном бою сопротивление врага было сломлено, и он отступил, понеся большие потери. Позже в одной из схваток за поселок Нижнее Турово Григорий Васильев погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его именем названы «Улица и школа в Бийске». Владимир Басманов воевал на северо-западном, центральном, первом и втором белорусских фронтах. Участник битвы под Москвой. В 45-м году командир роты Владимир Басманов организовал и лично возглавил переправу через реку Одер на 17 лодках, попав под сильнейший обстрел. Когда был убит, командир полка организовал бой стрелковых подразделений на захваченном участке Плацдарма. Был ранен, но остался в строю. За образцовое выполнение боевых заданий ему присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова